Вообще жестко. Короче, тут вообще капец. Остановка индустрии по восстанию. Говорят, лох, и вот еще одна машина стоит. В Екатеринбурге, не поздним еще вечерочком, в предзакатных сумерках, на Уралмаше, на перекрестке с очень актуальным по нынешним временам названием «Воин», что расшифровывается как «Восстание индустрии», что, кстати, в эпоху импортозамещения тоже весьма злободневно. Перекресток восстания индустрии. Приключился автобильярд из цикла «Черные начинают» и «Черные заканчивают». В общем, галимый Black Lives Matter. Или, как говорится на отбивке, одной известной бунтарской, но хотя бы не сбежавшей за кордон группы «Беллэм». Декорация такая. По восстанию от Стахановской в сторону 40 лет октября катился черный подорожник французской фабрики «Рено». На перекрестке с индустрией ему загорелся красный, и «Реновод» как положено тормознулся. А за ним в ту же, естественно, сторону ехал более тяжелый германский бездорожник «Фольксваген». По какой-то причине пилот «Фау В» не заметил загоревшийся красный, не успел вовремя тормознуть и своим черным носом атаковал не менее черную кормушку «Рено». Ну, то есть, по факту, автокий ударил по автошару. Удар получился не прямой, а подкрученный. Вероятно, пилот «Фольксвагена» в последний момент заметил вставшую перед его носом реновацию и в рамках фола «Последней надежды» попытался увернуться влево. Но видно, что при ударе ему разворотило в основном правую половину морды, левая фара-то вообще как новая. В общем, кий «Фольксваген» ударил под углом и потому «Реношар» полетел вперед не по прямой, а вправо и в итоге мордой вколотился в столб светофора. Короче, и разошлись, как в поле муравьи по разным углам ринга. У немца разбита только морда, у француза и морда, и корма. Официально об увечьях пилотов не сообщается, но очевидцы полагают, что у виновника замеса на «Фольксвагене» вроде бы как сломаны ребра, а рулевого «Рено», по их же словам, из болида еле вывели. Ну, то есть, надо полагать, тоже здоровьем пострадал. Но главное, оба живы, значит, могут покаяться и слава богу за все. В том числе и за то, что по зебре в момент бильярдного удара уже пошли пешеходы и никого из них, две бездушные неуправляемые железяки на калошах, не задели и не покалечили.